Итак, дорогие друзья, здравствуйте! С вами снова Бовсыновский. Значит, ребят, смотрите, у нас есть проблема. Проблема заключается в том, что джанга, который является уникальным, трудно понимаемый, так ли это. Так вы знаете, на самом деле, вот мне мои ребята подсказали. И я вот сейчас ехал на машине, думаю, вот, 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 сейчас я по-другому расскажу. Итак, постараюсь говорить медленно, но сначала некоторые моменты. Да, вот, Эдуард Асанович, вот, меня натолкнул на эту мысль. Действительно, пишет уже метаклассы, сложные вещи. Ну вот, ну, так как не так давно пришел, джанга трудно дается. Ребят, признаюсь, до года полтора я не понимал джанга. Нет, я понимал, я писал, ну, знаете, как состояние, тут понимаю, тут не понимаю. Почему, где, что происходит. И вы знаете, вот, на сегодня, конечно, все понятно, но все-таки, вот, Эдуард написал. По-моему, джанга – это совсем другая планета по сравнению с питоном. И глубокое изучение питона мало что дает, скорее, наоборот, вредит. Конечно же, это чушь. Но, ведь, давайте подумаем. Вот, Эдуард ведь здесь прав. И вы знаете, что вот я, как он, старался это делать. Вот это мы сейчас с вами будем разбирать. Да? Причины. Нам надо. Нам надо. Причины. Почему джанга не понимается. Так. Видео долго будет, сразу говорю. Вот, поэтому я хочу показать сначала полную картину. Да? Чего я хочу вам рассказать. Вернемся к Эдуарду. Вот. Вот, на прошлой неделе реализовал пользовательский итератор с кучей магических методов. Это довольно сложные методы. Так, у меня помощница. Надо ее в другую комнату. Магические методы мы изучаем, объектно-ориентированное программирование в школе. То есть, все это правильно. Ну, в общем, и так далее, и так далее. По сути дела, сообщение я это тоже выложил. Поэтому, стоп, новости школы находятся в контакте. СПБ, нижнее подчеркнение, тут. Ребята, это новости. Просто новости. Я просто выкладываю то, что считаю важным для ребят школы. Итак. Давайте начнем. Сначала нам надо разобраться несколько причин, почему Джанго не понимается. При этом, огромное спасибо Эдуарду. Ведь он прав. Да. Пришел с нуля. Немного времени прошло. Но за два месяца освоил ООП. Ну, то есть, круто начал писать. И вопрос. Ведь может? Может. Но у Джанго это другая планета. Тут он прав. И вот тут я покажу. Покажу, что надо понимать. И на этом мы построим целый курс. Первая причина. Давайте я, чтобы не задерживать ваше время, сейчас напишу, а потом прочитаю. Но буду писать, останавливать видео, чтобы мне не потерять мысль, которую я хочу донести. Так как я не готовился к видео. Знаю только то, что хочу донести. Итак, ребята. Сначала давайте. Я думал, думал. Я понял. Именно исходя из того, что делают ребята школы. Вспомнил свой первый опыт давнешний. Первая, основная причина, которая нигде не называется. Но, в принципе, я и не зря вам показывал сообщение Эдуарда Осановича. И это меня сбило когда-то. Мы применяем логику языка питом к всему джанго. А она должна применяться только к частям. Не переживайте. Дальше мы разберем теорию, разберем сегодня даже в нескольких видео. Нормально. Это первая причина и основная. По сути дела, человек начинает разбираться в джанго. Вот я открываю, да. И вот знаете, как на ладони есть такое выражение. Для меня все как на ладони. Почему? Потому что я уже знаю, что за каждой ссылкой. А вот я теперь хочу сделать. И это делаю уже в течение многих лет. Но все лучше и лучше. Чтобы и у вас стартовая точка была как на ладони. Ну, давайте зачитаем причины. Итак. Первая. Это основная причина. Мы ее разберем как раз в этих уроках подробно. Вторая. Не понимаем структуру джанго. Нет полной картины взаимодействия. Абсолютно верно. Человек открывает книгу. Все книги составлены однообразно. И делает что-то, да. Это я вас отсылаю сразу к изучению. Опять же. Не помню кто-то из ребят. Вот ребята приходят, допустим, в школу после института. Да, говорит, писал курсовую. Но так. Написал курсовую. Вот в рамках курсовой понимал. А за рамками знаю, что слабовато. У вас можно разобраться. Абсолютно верно. Ну, понятно, что в универе, в институте, института, не знаю, сейчас, наверное, нету, там дают кучу информации, поэтому все уложить сложно. Не понимаем, что от чего зависит. Не понимаем структуру внутри основных частей, основные части. Модель, представление, URL, templates, settings. Как они работают внутри и что нужно знать, на что обращать внимание. В принципе, уже, наверное, больше 15 суток видео, может больше 17 во всей школе, да. Мы много работаем, много пишем. И стало на ноги много людей. Сейчас мы об этом поговорим, да. Но все-таки обучение же надо улучать. Неправильно изучаем. И вот я не зря поставил первую и пятую причину. Все остальное, оно раньше, у кого позже, утрясается. А вот первая причина, применяемая логика. И вторая причина, неправильное изучение. И все-таки какие методы верные, реально покажу на реальных ребятах. Можно сразу все меняет. Теперь, мы разберем, сейчас не переживайте, я соображаю по пути, как мы поступим. Так. Значит, смотрите, ребята, вообще, откуда пришли эти мысли, что вы, будем говорить так, я это не планировал. Значит-то, поступим в три шага. Я сейчас поясню свою мотивацию, да. Итак, ребята, цель этих видео, мы сейчас разберем теорию. Вот прямо на картинках потаскаем, нарисуем, что от чего зависит джанга. Чтобы у вас в голове сложилась некая полная картина, да. Даже кто в школе давно, кто написал несколько сайтов, будет не лишним. Дальше. Второе. Проделаем курс на практике. И здесь надо пояснение. Вот видите, я написал, а я найду свои решения. Курс не планировался, я его делаю, чтобы решить свои вопросы. Вот этот сайт, возможно, когда вы смотрите видео, он уже другой. Но, знаете что, был и такой сайт. Я делал там 2014-2015 год. Начал изучать я Python в 2009 году. Полтора года вообще не мог, с 2008 пытался, не мог войти в язык. Как тыкался в PHP, тыкался в C-Sharp. Была куча вопросов. А какие языки изучать? А что на нем пишут? Кстати, давайте мы ответим на этот вопрос. Как правильно выбирать язык сразу? Давайте вставочку такую. Видите, как создать слайдик и приостановим. Так вот, писал разным программистам. Но, в принципе, ответа не получил. Получил ответ через, наверное, лет 8. Уже сам пришел к этому выводу. Ребят, смотрите. Новичок обычно что делает? Он выбирает, спрашивает, а что можно написать? И не забывайте такое понятие, как точка входа в язык. Вот смотрите. Сегодня многие из вас новички увидели, и вам кажется, что «Ой, хочу написать игру, или хочу написать программу, или хочу написать сайт». Ребята, радуйтесь. Это точка входа, не более того. Почему? Это сегодня вам хочется написать программу. Но когда вы познакомитесь со всем языком, когда вы изучите несколько языков, и то, что реально вы хотите, в вас само прорастет. Я это видел в школе на практике. Кто-то уходил программировать табло, кто-то писал сайты. Пришел парень, вообще не знал, что, но изучил Джанго Аякс, пошел в банк работать. Это все реальные ребята. Поэтому вас приводит точка входа. А язык выбирается не потому, что вот этот вопрос, а какой язык изучать? Что на нем можно? Ну, на питом можно почти все. Язык выбирается по рынкам. Давайте подумаем в современный подход. Сначала зачитаю сообщение. Вот, писал вчера парень. Вот, смотрите. Это нормальное имитание. Вот, пишем. Здравствуйте. Заинтересовали меня ваши курсы по котлену. Кстати, ребята, дам ссылки. И сейчас как раз поговорим и об этом. Интересует участие в реальных процессах, в процессе обучения. Мы, я веду школу к тому, чтобы мы разрабатывали программное обеспечение. Просто делаю это спокойно. А по ходу, это моя цель, да? Это, Миша, тебе отвечаю. А по ходу, кто-то устраивается на работу. Кто-то пишет для себя проекты. Я не ставлю цель. Я не кричу, что вот я вас доведу до работы. В школе есть все. Я помогаю людям писать код. А как он воспользуется, это дело его. Вот, я перечитываю инф по курсам по 1С. Франчи, лучше всего там. Участие в реальных проектах. Тысяча долларов. То есть, у меня, выбирая, хотелось бы на практике, ну, грубо говоря, IT больше ценит людей. То есть, смотрите. Ведь парень рассуждает с нынешней позиции. И сказать, что он не прав. Да, он прав. Он учитывает реалии жизни. Он учитывает, смотрите. Он учитывает деньги. Он учитывает потребности. Он учитывает свои интересы. И везде расхождение. Но в конце пишет, с детства мечтал. Вот именно для таких людей школа. Понимаете? В школе Бусновского люди находят себя. И вот, что я ему написал. Миш, честно скажу, я не знаю, что вам ответить. По сути дела, я говорю, что подумай сам. Наверное, выбирать нужно, куда душа тянет. Это первое. Но потом я уточняю. Потому что вас рвет на части. Один С, а потом Бас Котлин. Один С трудно называть вообще программированием. Это система. А Котлин это уже полноценный язык программирования. И здесь разные вещи, да? Посему говорю. Знаешь, что надо делать в данной ситуации? Миш, начать с Python. В Python можно написать почти все. Да? От программ до мобильных приложений. И вот как только вы определились, четко пойдете. Сейчас на данном этапе. Вот, Миша, немножко с моей позиции. Да, вы со мной не соглашаетесь. Немножко неправильно думает. Я вам дам сейчас ссылочку, помечу себе. Вот тут, кстати, по Котлин почитаете. Вот я себе помечу, да? Прочтите, пожалуйста, посмотрите мне видео. То есть, сейчас поговорим. Зачем изучать два языка? Сейчас трону этот вопрос. Но потом посмотрите. И парень задавал вопрос, что такое Котлин, да? Сегодня. Так, подождите, остановлю. Вот я заметил. Теперь давайте уже, если видите, сколько ответов приходит. Вот, наверное, как думает Миша, да? Это вполне нормальное размышление, да? Стоп. Нет, нет, нет. Да, наверное, Миша. Михаил. Да. Как думает Михаил? В принципе, нормальное размышление для новичка. Почему? Потому что он опирается на жизненный опыт. Он опирается на слухи. Он опирается на свои предпочтения. И Михаил рвет. Рвет на части. И вы знаете, что? А ведь, вы знаете, тут зависит многое то от силы воли. Силы воли. Почему? Потому что, ну, пойди не туда, куда надо. А потом вернуться сложнее. Итак, Миша, и все ребята, которые начинают изучать язык, давайте я вам дам свое представление через 9 лет, да? Вот к какому выводу я пришел. Первое. Язык выбираем по рынкам. Вот рынок. Выйдите на улицу, ребята. Так я и ответил Миша. Выйдите на улицу и осмотритесь кругом. Человек не выпускает мобилу с рук. 10 минут и все. И там. Да что там говорить далеко ходить. Поставил роутер. Все. Мой светлячок уже в одноклассниках фотографии смотрит. Полчаса пришла домой. Раз и телефон. Есть твой раз. Что творится? Посмотрите телевизор. Каждый день какая-то вещь превращается в мобильное приложение. Ребят. Ну так ответ. Мобильный рынок. Сначала рассматриваем понятие. Мобильный рынок. А вот потом под него подбираем язык. Но нам надо подобрать язык. Исходя из более глубоких пониманий. Подбирая язык, мы должны достигнуть еще некоторых целей. Стать профессиональным программистом. Это первая цель. Второе. Писать на любом языке сходу. Вот этому учат в школе у нас. Так, наверное, надо. И не зря я вам это объясняю. Итак. Мобильный рынок. Второе. Ребят. Ведь сегодня, посмотрите. Показывают по телевизору. Сделано мобильное приложение. Работает через интернет. То есть, там делает то для стоянки машин. То для чего. Что абсолютно правильно. Все приложения обмениваются информацией через сервер. Кстати. У инстаграма весь серверная часть написана на Django. А морда на Java. И в инстаграме весь мир. Ребят. А вот теперь посмотрите на эту схему. Я не беру с чат дископы. Да. На питом можно писать на ПКТ дископы. Но отодвинем дископные приложения. Рынок уменьшился. Ну, то есть, грубо говоря, вот программы. Да. Да, они нужны. Но. Ведь большинство людей стремится заработать деньги. Значит. Отталкиваемся. Мобильный рынок. Серверная часть. И вот. Исходя из этого выбираем языки. А смотрите, как рассуждаем новички. Я так рассуждал. И Миша сейчас рассуждает. Предпочтение, что можно написать. Это неверно. Вот верный подход. А теперь ставим сюда Kotlin. Сюда Python. Плюсуем. Дальнейшее развитие сразу. Эй. Ты чё там меня не сухаешь? Сейчас. Плюсуем. Рисуем плюсик просто. Рисуем плюсик. Не забыли, что нам надо ещё стать профессиональным программистом и писать на любом языке сходу. Итак, смотрите, ребят. Во-первых, я вам говорил, что в описании видео будут, во-первых, ссылки на другие видео, боя не умещу всё в одно видео, поэтому разделю. Но всё будет в описании видео. Вот здесь вы прочитаете статью, да? С чего начать? Зачем изучать два языка? Я считаю, да, сейчас, если взять сообщение Миши, да, то в данном случае, вот он делает то, что делал я когда-то, да, 9 лет назад. Он пытается найти язык, а надо, надо не пытаться, Миша, смотри, и другие ребята. Вы должны не пытаться найти язык, а вы должны уверенно стать программистом. Что для этого надо сделать? Посмотрите вот эти видео, с чего начать. То есть, по сути дела, видео, там парень начинал в школе, в которых я рассказываю, когда вы понимаете, что будете делать, как будете делать, что отслеживать, тогда вы будете расти. Это первая часть. Второй вопрос, да, стать профессиональным программистом. Нельзя стать профессиональным программистом, изучая один язык. Реальный пример. Вот я. Смотрите, в 2009 году, когда я все-таки определился с Python, я все буду изучать в Python, и все, я изучал Python и не прогадал. Потом поясню, почему. Так вот, прочитал статью, там пишет какой-то там профи с Google, да, очень профессиональный человек, ну, отдайте 10 лет программированию и выучить десятки языков. А я все думаю, я хамуха, тут бы один выучить. Ха, это был дурной подход. Через 4, 5, 6 лет я ввел в школе совсем другую практику. Понял, ведь он был прав. Так вот, в этих видео я рассказываю. Ребят, смотрите. И, Миш, смотрите. Ваша задача на первом этапе стать профессионалом. То, что вы потом хотите делать, оно найдет вас. И вам будет все равно 1С писать на Kotlin, на GC. Вы должны писать на любых языках. Но для этого надо начать изучение с двух языков. Я знаю, что будет вас пугать. Вас будет пугать то, что вы закрыли Python, открыли Kotlin и уже забыли Python. Не надо пугаться. Вот для этого я дам ссылку. И видал уже. Сейчас посмотрю, есть она там или нет. Так вот, парень начал писать на двух языках через полгода. Сергей Исачий, да? И почитайте. Вот то, что он написал в группу. В общем, будет читать все, что описано. Так вот, на самом деле, все это пройдет. Все языки сходные. Просто этот период надо пройти. И вот этот период изучения двух языков, это и есть ваше основное развитие и вклад в ваше будущее. Потому что, когда вы берете, допустим, язык с динамической и со статической типизацией, у вас начинает работать механизм сравнения. На самом деле, то, что вам кажется страшным, что код в одном языке пишется по одному, по второму, это вообще не будет со временем иметь значение. А языки сами по себе схожи. Они имеют типы данных, функции и так далее, и так далее. И поэтому, если вы начнете подключить второй язык и сосредоточьтесь на изучении двух языков первое время, то со временем вы сможете писать абсолютно любом языке. Если вы, допустим, изучите Python первым, то вы быстро и легко поймете объектно-ориентированное программирование. Потом подключите Kotlin. У вас будет и веб, и мобильный рынок в кармане. Kotlin я дал статью, почитайте. Я рассказал, что такое Kotlin, вот четко ответил сегодня. Да? Это офигенная вещь. Статья будет в описании. Да, я ее дам. О самодостаточности языка. Так как типы данных Kotlin, как у Java, но он простой, так как выброшены все конструкции, говорить здесь все очень просто. Справа код на Kotlin одна строка, этот же код на Java 40 строк. Есть разница? Есть разница. Kotlin все это делает, но делает за кулисами. На Java, GC, в любом случае, все программисты изучают, потому что хочется фишек разных. А на Java вы выйдете автоматом, так как будете понимать, что такое ООП, изучая Kotlin, будете знать типы данных, только поймете отличия. И, зная, например, GC, Java, Kotlin, Python, преград нету. Можно написать все, что угодно. Да и любой другой язык потом использовать. Все. Надеюсь, мое наставление для вас будет полезным. Итак, я остановился на том, что вот как раз закончу это видео. Зачем я начал этот курс? Мы же с вами, не забывайте, мы с вами... Значит, ребят, смотрите. А начал я курс довольно просто. Я решил переписать этот сайт. Но ситуация сложилась немножко другая. Если у новичка недостаточного опыта, то у опытного человека уже его много. И тоже все получается довольно сложно. Так, стоп. Я решил, что для себя, да, сделаю. Вот когда я делал вот этот сайт, в 2014 году, да, в 2014 году, у меня там не было тех знаний. И вот работает и хорошо, и уже ура. А когда захотелось вложить вот эту систему, которая отрабатывалась последние три года, да, то, конечно же, я написал около 30 вариантов. И мне все не нравится. И тогда я решил, что вот как я поступлю. Как же найти решение? И мне пришла идея. А вот я буду писать сайт. Тут еще с дизайном. Это, наверное, 14 или 15 дизайн. Но, наконец-то, этот решили оставить. Потому что жена приходит, мой главный куратор и говорит, не пойдет. Не пойдет. Не пойдет. И так 4 месяца. Но к чему-то вот пришли. Задумка очень простая. Это меню выбирает основной раздел. И по разделу, чтобы ничего нигде не мешало, все в рамках одной страницы. Ну да ладно. И вот когда я начал это делать, понял, что много вещей сайт можно посещать и смотреть, как он развивается. Либо он уже сделал. Так вот. Я решил, начну-ка я курс. И начал курс, который находится в разделе. Это как продолжение. Он первый, но на самом деле он уже сороковой. Потому что мы здесь начинали с Django 2, потом продолжали сервер. Но его также можно делать как отдельный курс. Поэтому он первый. Я тоже дам эту ссылочку. Остальное все сами посмотрите. Вот басик, моя кошечка. Мялкало-мялкало. А в чем суть? А она, извините, перестроила себе распорядок дня. Она днем спит, а ночью уходит и нам спать не дает. А мы ее любим все сделать. Так вот, с женой были решили, что давай так. Закроем дверь, и хай она со мной сидит. И я ее буду будить. И она потом ночью будет спать, чтоб назад. Так вот, нифига, пришлось отпустить спать, потому что она меня замялкала. Ну, любим мы кошечку нашу. Ну, что сделаешь? Ладно. Встанем мы несколько раз покормить. Ну, извините, ребята. Так. Так вот. Я начал когда делать курс. Вот видите, помните, я вам говорил. Поступим следующим образом. Разберем теорию, проделанную практику, а я найду свои решения. Курс не планировался, я ее делаю, чтобы решить задачи. Я подумал. И когда я начал, во-первых, писать сайт, да, этот, переписывать, то я себе помечаю. Вот это надо рассказать, вот это надо рассказать. То есть сразу реальная практика, она лезет. Второе. Надо показать опыт. Но этот курс я решил построить в три этапа, сам по себе курс. Если не путайте то, что я сказал, что мы разберем сейчас, это мы сейчас теорию разбираем, чтобы подойти к курсу. А в курсе мы уже будем заниматься только практикой, да. Только практикой писать код. Но опять же, поступим в три этапа. Вот на этом сейчас расскажу и закончу. А потом перейдем к Жанго. Это видео, да. Придется в несколько видео. Решил я поступить опять же в три части. Что с чем связано в Жанго, да. Только в коде. Если сейчас мы с вами в течение нескольких видео разберем, как это логически, да, на картинках, на пальцах, чтобы у нас какая-то картина сложилась, чтобы у нас, вернее, у вас в головах сложился некий костяк. Понимаете? От чего отталкиваться? Тогда код к нему мы прилепим точно. Поэтому еще раз это разберем, да. Второе. Наработка основных конструкций API. Что под этим подразумеваю? Вот смотрите. Тех, кто новички, приходят в школу, да. В школе довольно много занятий, да. То есть, поэтому я надеюсь, что вы будете проходить и те курсы, где мы все разжевывали, потому что в этом курсе не будет такого жевания. Я постараюсь. Но, тем не менее, проходя, вы можете себе помечать. Что я подразумеваю конкретно под наработкой основных конструкций? Я подразумеваю, что основные конструкции вы должны писать быстро, не отрываясь и понимать легко. Поэтому, я покажу, как разбирать это, но уже, наверное, с следующего урока, да. А, вот что я хотел найти. Ну, например, что я под этим подразумеваю? Подразумеваю. То есть, смотрите. Мы вот это все проходили. Как создается модель? Что такое поля? Какие они бывают? Что внутри? Это все есть материал на сайте, да. То есть, вот это вы должны знать. И вот с этим мы потренируемся. Но потренируемся в четыре этапа. Вот здесь будет четыре этапа. Этап номер один. Создание моделей. Давайте продолжим уже в следующем уроке. Вот длинное видео. Вот с этого места и продолжим. И я как раз кофе попью. Сейчас я для себя помечу. Пока не забыл, я пойду кофе пить, а потом сотру. Что включается. Так, все. Все, ребят, останавливаю. В описании видео будет ссылка. Школа находится по адресу spb-tut.ru. Начинать отсюда. Поняли об учении? Проговорю, потом забуду еще одну вещь. Значит, для ребят, которые начинают изучать языки. Берем ручку и записываем. Мои рекомендации. Делайте, как хотите. А я говорю, как надо. Как будет результат. Первое. Начинаем изучать питон. Вы, я, допустим, вы не знаете ни одного языка. Будете изучать на сайте pro365.net. Сначала перейдете. Прошли функции питон. Начинаете изучать Kotlin. Там есть ссылки на Kotlin. В описании видео я давал. Второй язык. Начинаете изучать функции после прохождения. И в это же время на новом сайте все равно это все будет. Значит, начинаете заниматься практикой по этому ООП. До ООП после функции вы еще не дошли. Но ООП тут еще и нет. То есть, вы начнете вот этот раздел проходить. Увидели, где он. В любом случае, на новом сайте я буду подробные инструкции писать. Поэтому сейчас пока так смотрите. И здесь, если вы будете все ссылки тыкать, то придете в любом случае к этому разделу. Здесь 9 страниц. И это самостоятельная работа. То есть, кроме видеоуроков, тут даны задания. Но все надо проделывать. И быть в группе. Потому что приходит много ответов. Много вопросов. Желательно завести почту отдельную. Чтобы создавать папки. И как заниматься, это я потом скажу уже. Итак, все, ребят. Пошел. Как заниматься? Помечу себе. У нас там есть вопрос. Все. Пока. Стоп.